В этом видео я покажу и расскажу, как размножить ампельную петунию и о дальнейшем уходе за маточниками, которые зимовали у меня всю зиму. Вкратце расскажу, что такое маточники петуний и откуда они у меня взялись. В августе я срезала несколько плетей с имеющихся у меня растений ампельной петунии. Плеть я разделила на черенки и укоренила. Черенки всю зиму жили у меня в квартире. Расли на стеллажах под лампами. Полное видео, как сохранить петунии зимой, можно посмотреть по ссылке наверху. Многие скажут, что это очень трудоемкий процесс, ведь ухаживать за этими маточниками придется всю зиму. И проще купить семена и вырастить из них рассаду. Однако существует очень много сортов петуний, которые трудно приобрести семенами. А так большинство ампелей гибридные растения, самим семена тоже не удастся собрать. К тому же ближайшая родственница петунии – сурфиния. Семенами не размножаются. Размножить их можно только с помощью черенкования. Сами петунии, особенно сложные, махровые или крупноцветковые гибриды, очень склонны к спонтанным мутациям. То есть растет куст определенного гибрида или сорта, и вдруг одна плеть дает совершенно другие цветки. Они могут изменить форму, размер или цвет. Именно этим свойством петуний и воспользовались селекционеры. Именно таким образом выведена была сурфиния. Но именно поэтому семян сурфинии в природе не бывает. Сурфиния размножается только черенками. Поэтому растения сурфинии нужно либо сохранять зимой в виде маточника, либо каждый год покупать новые черенки, из которых потом вырастут наши красавицы. К тому же маточные петунии зацветают очень рано, и уже в июне можно насладиться их пышным цветением. За зиму мои маточные растения разрослись. Теперь они живут в горшках объемом 4 литра. А также они зацвели. Правда, цвести я им дала специально, чтобы понять, где какой сорт. При пересадке забыла подписать горшки. А так как я продаю рассаду петуний, мне было важно знать, где какой сорт. Доступил март месяц, и сейчас самое время заняться черенкованием маточников петуний. Собственно то, ради чего мы их и сохраняли всю зиму. За сутки до черенкования маточники петунии необходимо как следует напитать водой, то есть полить. Стебли растений не должны быть вялыми, они должны содержать в себе максимальное количество влаги, для того, чтобы хорошо укорениться. Я поливаю свои маточники через поддон. У петунии очень мощная корневая система, и они прекрасно впитывают влагу таким образом. В каком грунте лучше всего будут укореняться черенки. Грунт должен быть очень рыхлый, воздуха и влагопроницаемый. Обычно я смешиваю одну часть вермигрунта и одну часть кокосового субстрата. Именно вермигрунта не перепутайте, пожалуйста, с вермикомпостом. Вермикомпост очень питательный, а черенкам при укоренении это совершенно не нужно. Я не делаю грунт питательным, потому что черенки у нас там будут еще без корней. У них не будет возможности питаться из грунта. После того, как у черенков появятся корни, они живут в этом грунте буквально неделю. Поэтому смысла делать грунт питательным нет совсем. Можно укоренять и в чистом кокосовом субстрате. Но если грунт, который вы приобрели, тяжелый, разбавьте его либо кокосовым субстратом, либо вермикулитом. Для укоренения черенков я использую 100-граммовые пластиковые стаканчики. Они прозрачные и в них хорошо видно, когда у растений появится корневая система. Подготовленные стаканчики наполняю грунтом. Грунта кладу чуть больше половины стаканчика, этого вполне достаточно для укоренения. Проливаю стаканчики с грунтом водой. Грунт должен получиться влажный, но это не должно быть болото. Поэтому если воды вы перелили, подождите, когда лишняя влага стечет через дренажное отверстие в стаканчиках, либо просто отожмите землю вручную. Теперь можно приступить к самому черенкованию. Нарезаем такое количество черенков, которое нам необходимо. С такого маточника единовременно можно срезать до 50 черенков. Все нижние листья и бутоны у черенков удаляем. С помощью карандаша или фломастера делаем лунки в земле. Вставляем туда черенки и землю плотно прижимаем вокруг них. Черенок должен быть со всех сторон окружен влажным грунтом. Только при этом условии у него начнут образовываться новые корни. Он не должен болтаться в посадочной лунке. Стаканчики с черенками ставим в полиэтиленовый пакет и герметично его завязываем. Это необходимо для поддержания влажности во время укоренения. Черенки через свои листья будут влагу по-прежнему испарять, но корневой системы у них пока еще нет для того, чтобы получать эту влагу через нее. Поэтому, чтобы черенки не погибли, следите за герметичностью пакета. В нормальных условиях черенки укореняются в течение 7-14 дней. Что для этого нужно? Во-первых, свет. Чем лучше будет освещение ваших черенков, тем быстрее они укоренятся. Лучшая температура для укоренения 18-20 градусов. При более низких температурах и очень влажном грунте черенки могут загнить. То же самое произойдет и при более высокой температуре и недостаточном освещении. Если у вас нет никакого опыта в черенковании и у вас нет возможности создать идеальные условия для укоренения черенков, вы используете препаратом корневин. Сами маточники после черенкования можно обрезать дополнительно. Сами растения росли у меня уже 7 месяцев, поэтому совершенно естественно, что старые листья у них засохли. Пугаться этого не надо, это абсолютно естественный процесс. Все, что не нравится и выглядит подозрительным, можно смело удалить. Живые зеленые побеги, оставшиеся после срезки, можно точно также укоренить. После такой процедуры на маточнике остаются только молодые, свежие и зеленые побеги, которые буквально через 2-3 недели дадут большую массу новой зелени. С этих новых побегов можно точно так же будет нарезать еще черенки и укоренить их. Чтобы растение развивалось нормально и давало большую зеленую массу, после такой кардинальной обрезки маточники нужно подкормить. На протяжении всей зимней передержки я подкармливаю свои петунии удобрением и тиса. На него петунии реагируют очень хорошо. Однако маточные растения можно вырастить и из семян. Для этого в январе я приобрела новые семена различных сортов петуний, для того, чтобы разнообразить мою коллекцию. Семена посадила на рассаду обычным способом. Единственная ошибка, которую я допустила, поторопилась с покупкой грунта для рассады. Приобрести в тот момент фермигрунт у меня не было возможности, поэтому приобрела обычную землю для цветов. Грунт оказался тяжеловат. Поняла я это в момент пикировки рассады, когда пересаживала ее из общих плошек в пол-литровые стаканчики. Грунт оказался очень плотный и при пикировке большая часть корней у растений петунии оборвались, из-за чего рост и развитие моих петуник замедлилось. Полное видео, как вырастить петунию из семян за 35 дней, можно посмотреть по ссылке наверху. На данный момент рассада выращенной из семян выглядит отлично. Корни рассады заняли уже весь объем пол-литрового стаканчика и на днях я их буду пересаживать в больший объем. Большинство растений уже дали боковые плети. Думаю, что через пару недель эти плети уже отрастут достаточно для того, чтобы их можно было начеренковать. Конечно же, для того, чтобы растения так быстро развились, нужно создать им определенные условия. Во-первых, это освещение. Без хорошего освещения растения, посаженные семенами, будут развиваться очень долго. Я думаю, многие из вас сталкивались с тем, что петунии, высаженные семенами и растущие на подоконнике без подсветки, развиваются около трех месяцев. Я использую для выращивания своей рассады светодиодные лампы. Под ними рассады петунии из семян вырастают у меня за 35 дней. Полное видео, как просто и быстро вырастить петунию от семян до цветения, можно посмотреть по ссылке вверху. Укоренила черенки петуний. Кустики уже хорошенькие, стоят дома на подоконнике под лампой. Некоторые недавно побелели, как мукой присыпали. Что это? Пожалуй, единственное заболевание петунии, с которым я сталкивалась на практике. Мучнистая роса. И выглядит оно именно так, как описала зрительница в комментарии. Поражаются петунии этим заболеванием в холодную и дождливую погоду и при недостатке солнца, когда контейнеры с растениями, например, выставлены с северной стороны дома. Маточные же растения очень часто заболевают мучнистой росой при низких температурах и высокой влажности почвы. Чаще всего нам в домашних условиях не хватает освещения для наших маточников. И поэтому большинство цветоводов выращивают рассаду цветов не на стеллажах со специальной подсветкой, а на подоконниках. В зимний период на подоконниках довольно прохладно. Поэтому при содержании маточников в зимний период на подоконнике нужно быть очень аккуратными с поливами. Если же растения все-таки заболели мучнистой росой, нужно их обработать любым медь содержащим препаратом, например, бордоской жидкостью. Будьте очень аккуратны при работе с химическими препаратами в домашних условиях. Я же предлагаю для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области укорененные черенки петуний. По вопросам приобретения пишите мне на электронную почту или личным сообщением ВКонтакте. Как просто и быстро вырастить петунию. Все от семян до цветения. От чего зависит ранний урожай помидоров. Зачем сажать по два помидора в одну лунку. Все о выращивании огурцов. Всем хороших урожаев. С вами была Надежда Нинахова. Канал и сайт ВОГОРОДЕ.ПРО.